МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! За окном август, последняя остановка лета перед осенью. Чтобы немного замедлить стремительный бег времени, остановимся и вспомним обо всем важном и интересном, произошедшем в жизни православных в Украине и за рубежом. Устраивайтесь поудобнее в эфире программы «Мир православия». Сегодня поговорим о следующем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украине мир пленным волю. В Киеве состояло заседание Священного Синода. Официальный комментарий. Ее почитают везде. Репортаж о пребывании Почайской иконы в Киеве. Самый древний храм Киева. Репортаж Спадола. Афон в мыслях и в сердце. В Одессе состоялась конференция, посвященная духовному наследию Святой Горы. Каникулы со вкусом лета. Под Киевом завершил работу детский православный лагерь. 28 июля после праздничной литургии по случаю Дня Крещения Руси и Дня Памяти Равноапостольного Князя Владимира на территории Киева-Печерской Лавры состояло заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Заседание проходило под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрием. Дорогие великие, сердечно витаю вас с Днем Крещения Руси и с Днем Памяти Святого Реонапостольного Князя Владимира, наших крестителей, просветителя. Одним из решений Священный Синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Ануфри по возобновлению процесса обмена пленными, освобождению заключенных и установлению мира на Донбассе. 15 июня 2019 года блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфри обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день его блаженство направил письмо президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой об возобновлении процесса обмена пленными, а также о помиловании и освобождении пленных, находящихся на территории Украины. Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Ануфрия относительно восстановления процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Во исполнении этого решения во время работы Священного Синода создали комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. В ее состав вошли преосвященнейший архиепископ Нежинский Прилудский Климент, преосвященный епископ Барышевский Виктор, протеерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. 5 августа православные христиане чтят Почаевский образ Бога Матери. На днях тысячи верующих поклонились ему прямо на улицах Киева во время Великого Крестного Хода. Давайте вернемся мысленно к празднованию Дня Крещения Руси. 27 и 28 июля в Украине отмечали одно из самых важных для православных людей события – 1031 годовщину со Дня Крещения Руси. Сегодня праздник, праздник, который нас соединяет, который дает нам возможность смотреть с надеждой в будущее. Будучи разными по происхождению, будучи разными по темпераменту и характеру, люди собираются здесь, объединенные одной верой и одной молитвой. Поэтому сегодня не только День Крещения Руси, сегодня День Торжества и Единства. В Крестном Ходе приняли участие около 300 тысяч верующих со всех регионов страны. Мы с сыном первый раз берем участие в таком крестном ходе. Приехали мы из Ферсона. Мы тут, можно сказать, часто бываем. Мы приехали из Юмской епархии, Карпиевской области. Счастья, здоровья всем! Пусть Бог благодарит! Я приехала из Закарпаттия впервые и очень счастлива, что православную веру нельзя побороть, потому что с ней Господь Бог. В Киеве из разных регионов привезли мощи 19 святых и пять чудотворных богородичных икон. В течение 27 и 28 июля святыни находились в трапезном храме Киево-Печерской лавры, доступной для поклонения всем верующим. Среди них была и Почаевская икона Божьей Матери. Особое место среди святынь занимает Почаевская икона Божьей Матери. Это древняя, известная, уважаемая святыня не только западноукраинской земли, но и всей Украины. На территорию Украины она была привезена в 1559 году константинопольским патриархом Неофитом. В путешествии из Царьграда в Москву он остановился в имении Орля, недалеко от Почаева. Имение принадлежало благочестивой дворянке Анне Гойской. Перед отъездом патриарх благословил Анну и подарил ей образ Пресвятой Богородицы. В 1597 году Богоматерь явила чудо по молитвам Анны. Ее слепой от рождения брат Филипп прозрел. После этого благочестивая дворянка отправилась с крестным ходом в Почаев, где и оставила икону, чтобы почтить ее мог каждый. С тех пор святыню называют Почаевской иконой Божьей Матери. Богородица неоднократно являла свое покровительство Почаевской обители. В 1675 году, когда слабо укрепленную лавру окружили турецкие язычники, братья-миряне начали молиться перед этим чудотворным образом и мощами преподобного Иова. И утром над храмом появилась сама Пресвятая Богородица с преподобным Иовом в окружении воинства небесных ангелов. Турки испугались этого чудесного видения и бежали. Чудотворным является сам образ, поэтому и перед списками с Почаевской иконой случаются чудеса. Чаще всего к ней обращаются за исцелением от хронических болезней, слепоты, а также за помощью в освобождении пленных. Многие из верующих, принявшие участие в праздновании Дня Крещения Руси, бывали в Почаеве и молились перед этим святым образом. О благополучии семейного, о благополучии детей, о мире, во всем мире прежде всего, о любви, чтобы между нами, между всеми была любовь. В Почаевской лавре я был два раза. Мы уже восемь лет подряд ездим, ходим крестными ходами из каменец Подольска в Почаев. Она имеет ту благодать, какую имела благодать та, которая на ней изображена. Мы кланяемся Пресвятой Богородице и Ее молитвам, надеемся на мир в нашем Отечестве. 2 августа церковь чтит пророка Божия Илью. Именно в его честь построен один из первых храмов Киева. Давайте прогуляемся по старинному киевскому подолу и выясним, кто возвел церковь еще до крещения Руси. Летописи свидетельствуют еще до того, как русичи крестились, на этом месте уже была церковь. По преданию храм пророка Ильи построили киевские князя Аскольд и Дир. В повести временных лет преподобный Нестор описывает их поход на Царьград. Когда корабли русичи осадили город патриарх Фоти и император Михаил, вынесли из Влахернского храма Ризу Пресвятой Богородицы с молитвой опустили ее в море. И поднялась буря, и потопило, как пишет преподобный Нестор Летописец, потопило корабли русов. И они, видя вот это чудо, неоткуда взявшуюся бурю, они приняли крещение и, вернувшись на Киевские холмы, основали здесь церковь святого Ильи. Вероятно, Аскольд и Дир пригласили в Киев византийских священников, которые служили в храме в честь пророка Ильи и просвещали русичей. Известно, что здесь молилась Богу и равноапостольная княгиня Ольга. По одной из версий, крещение киевлян произошло вблизи Ильинского храма в реке Почайно. На месте вот этого нынешнего каменного храма было три деревянных храма. Горел подол, горели храмы. Затем они снова восстанавливались на этом же месте, ставился престол на этом же месте. И вот с 1692 года вот этот храм каменный уже находится на том же месте, где стояли первые три деревянных храма. В первой половине 18 века соорудили двухъярусную колокольню, установили храмовые ворота в стиле украинского барокко по проекту выдающегося украинского зодчего Григоровича Барского. В 1755 году полковой Исаул Павел Гудыма провел реконструкцию храма, когда был достроен Иоанно-Предтеченский предел. В 30-е годы 20 века Ильинскую церковь закрыли и передали киевскому элеватору, а в ее помещении устроили склад зерна. На удивление, этот храм был открыт в 1962 году, в 1962 году, в эпоху Хрущева. Это тот период времени, когда была вторая волна закрытия храмов. А вот Ильинский храм, наоборот, был открыт. Отца Виталия назначили настоятелем храма в 1991-м, как только он закончил духовную академию. Молодой священник ревностно Ежедневно в Ильинском храме совершают молебен. Как и тысячи лет назад, раздается молитва в самом древнем храме Киева, храме, покровителем которого является великий и ревностный пророк. Он по велению Божью был взят живым на небо, чтобы в конце веков вновь вернуться на землю, возвестить второе пришествие Спасителя. Когда восстановят Парижский Нотр-Дам и в какой стране мира священники имеют статус госслужащих? Об этом не только в обзоре международных новостей. Во Франции приняли закон о реставрации пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в документе говорится о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами. Принятие этого закона также должно помочь провести реставрацию собора в течение пяти лет, срок, за который президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам. Сирийский город Холмс полностью освободили от боевиков. Сейчас начинаются работы по восстановлению мирной жизни в этом третьем по размерам населенном пункте страны. До войны здесь была одна из крупнейших в Сирии христианских общин. Сейчас в городе полным ходом идет восстановление школ, полниц и жилых домов. Местные храмы восстанавливают главным образом силами самих прихожан. Греческое правительство не будет продвигать план вывода священников из категории государственных служащих. Об этом во время встречи с предстоятелем Аллатской православной церкви архиепископом Иеронимом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицатакис. Напомним, такого решения усиленно добивались предыдущие правительства страны, имея вышеупомянутый статус духовенства Аллатской церкви, соответственно, получает заработную плату из госбюджета. В египетском городе Суэц начали восстановительные работы Свято-Троицкого храма. Этот населенный пункт расположен у южного входа в Суэцкий канал. Церковь в честь Святой Троицы много лет была в запустении, пока ее судьбой не проникся лично предстоятель Александрийской православной церкви, патриарх Феодор. Ожидается, что в конце этого года храм, наконец, откроет двери для верующих. В Одессе состоялась конференция, изучавшая афонское наследие и его связь с Украиной. Повод для форума – 170-летие со дня рождения преподобного Гавриила Афонского. Слово нашим одесским коллегам. Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины таким было официальное название форума. Его организаторами стали Ильинский одесский монастырь, Международный институт афонского наследия и музей «Христианская Одесса». Архиереи, миряне, богословцы, и светские ученые, всего в работе конференции приняли участие представители 11 стран мира. Я желаю всем вам облиять милости Божьей, благодаря которым мы получим возможность не просто проанализировать различные стороны и этапы и влияние молитвенной традиции и секады на формирование нашей богатейшей украинской культуры. Но, что самое главное, сможем применить в жизни богатство нашей духовной жизни, к которому прикоснемся во время работы этой конференции. Мы уже проводим на протяжении семи лет ежегодно конференции, посвященные афонскому наследию, и сегодня проводим в Одессе, в бывшем центре связей Украины и восточного славянства с Афоном на подворьях Ильинского и Андреевского скитов, поскольку именно Одесса была связующим с днем с Афоном, где действовали самые главные представительства этих афонских обителей. Одна из секций конференции изучала традиции исихазма Центрально-Восточной Европы. Греческое слово «исихия» означает покой, тишина, уединение. Однако афонское монашество никогда полностью не изолировало себя от мира, так нуждающимся в духовных ориентирах в непростом нынешнем времени. Во-первых, коллегиальное научное общение с коллегами, и в первую очередь не только выступить самостоятельно, а и услышать новые методологические разработки, новые мнения, новые вопросы, которые выдвигает историческая наука. Ну и, конечно, история духовенства, история эссихазма, история интеллектуального развития нашего города, с одной стороны в целом. То есть это глобальное мероприятие для науки. 18 июля одесситы молитовно почтили годовщину со дня прославления святителя Иннокентия Борисова. Как это было, посмотрим в репортаже наших одесских коллег. Прошло 22 года со дня прославления в лике святых святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, одного из выдающихся архипастерей и богословов XIX века, жизненным кредо, которого было самоотверженное служение Богу и людям. Свидетель Иннокентий – это человек, который всю жизнь положил на то, чтобы каждый христианин как можно лучше знал свою веру, как можно больше был углублен в духовную жизнь. Рассказывает, что его приходил слушать, весь собор был забит, Святопреображенский собор был просто заполнен людьми. Это человек – герой такой веры, герой правды, который свою жизнь не жалел для того, чтобы служить людям. Торжественное богослужение в день праздника возглавил правящий архиерея Одесской епархии митрополит Агафангел, сослужение векарных епископов и городского духовенства. Известный проповедник, администратор, святитель Иннокентий оставил свой след в истории Киевской духовной академии Харьковской епархии. Переводил учебную литературу с латинского языка для духовных семинарий во времена упадка духовного образования. Он прославился как выдающийся автор гимнов, был автором акафистных песнопений. Святитель Иннокентий это был человек не просто молитвенник из-за их адатой о душах человеческих. Это был человек, который очень любил свой город, любил свою родину и любил людей, которые живут в этой стране. Одесситы чтят его за духовный подвиг во время Крымской войны 1853-56 годов. Он обходил ряды войск во время боя, подбадривая бойцо, посещал раненых и больных в госпитале. Ни днем, ни ночью не угасала молитвенная лампада архипастора перед Касперовским образом Божией Матери. Перед этой иконой и сейчас молятся верующие в Успенском кафедральном соборе Одессы о благополучии нашей страны. Его нужно приходить, всегда проставлять, благодарить и просить, чтобы он пристал у престола славы Божьей, чтобы никогда не повторилось то страшное, что пришел на сбор от дважды во время Крымской, Турецкой, тогда войны, и что бы ни случилось сегодня. И дай Боже, чтобы Господь был с вами всегда, помогал бы, радовал, утешал, не давал силы побеждать добром зло, пусть хранят всех вас небесные силы. Спасибо, Господи. В середине июля в селе Зазимье под Киевом работал детско-юношеский летний лагерь Вифлеем. Предпоследний день его работы лагерь посетил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний. Как отдыхала православная молодежь в этом году, узнаем из следующего сюжета. Живописное село на берегу озера лучшее место для лагеря. В этом году он собрал 180 участников. Развлечения, купания в озере, мастер-классы и квесты, духовные беседы и богослужения. Программа лагеря, как всегда, очень насыщенная. Традиционной стала встреча детей с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. В этом году Владыка посетил лагерь накануне закрытия. Я надеюсь, что за эти несколько дней, которые вы находитесь в этом лагере, в нашем епархиальном православном лагере, вы почувствовали и любовь, и заботу ваших вожатых каждому из вас. Что очень важно, что вы получили за эти дни, это новых друзей. Поверьте, это ощущение внутреннее, которое у вас уже появляется в отношениях, вы их пронесете через всю жизнь. В ответ дети подготовили для Владыки поздравления символическое дерево жизни с цветами, которые отвечали символам отряда. В конце смены всех участников лагеря отметили грамотой или дипломом, а от своего архиерея дети получили благословения и сладости. Я очень рад. Не знаю, вам понравилось или не понравилось в лагере. Понравилось. На следующий год приедете еще? Да. Тогда до следующего года. Внимание, все смотрим в камеру. Заглянем в календарь следующей седмицы. 5 августа чтим Почайскую икону Богоматери, главную святыню Успенской Почаевской лавры. На следующий день праздник в честь святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба в крещении Романа и Давида. Престольный праздник в древнем храме Вышгорода. 7 августа вспоминаем Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. В четверг, 8 августа, день памяти преподобного Моисея Угрина, подвижника Киево-Печерской лавры. На следующий день чтим великомученика и целителя Пантелеимона. А 10 августа праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрия или Путеводительница. На воскресенье приходится день Рождества святителя Николая Чудотворца. Желаем только хороших новостей. До встречи через неделю. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова